Сура Аль-Анбия Пророки Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Приблизился к людям расчет с ними, однако они с пренебрежением отворачиваются. Когда бы ни приходило к ним новое назидание от их Господа, они выслушивали его, забавляясь. ЛАХИЯТАН КУЛЮБУХУМ ВААТАРУН НАЖВАЛЛАЙЛИНА ЗОЛАНУХАЛЬХАЗА ИЛЛА БАШАРУМ МИСЛЮКУМ АФАТАТУНАТ ТИХРА ВААНТУМ ТУБАСИРУН Сердца же их оставались беспечными. Беззаконники говорили между собой тайком, разве это не такой же человек, как и вы? Неужели вы покоритесь колдовству, которое вы видите воочию? Он, Мухаммад, сказал, мой Господь знает то, что говорят на небе и на земле. Он слышащий, знающий. БАЛЬ КАЛУ АБРАСУ АХЛАМИМ БАЛЬ ИВТАРАХУ БАЛЬ ВАЧАРИРУМ ФАЛЬЯТИНА БИ АЯТИН КАМА УРСИЛАЛ АВВАЛЮН Они сказали, это бессвязные сны. Нет, он сочинил это. Нет, он поэт. Пусть он покажет нам знамения, подобные тем, с которыми были отправлены первые посланники. Ни одно из селений, которые мы погубили до них, не уверовало. Неужели они уверуют? Мы и до тебя отправляли только мужей, которым внушали откровения. Спросите людей напоминания, если вы не знаете этого. Мы не сотворили их, посланников, телами, которые не потребляют пищу, и они не были бессмертными. Потом мы выполнили данные им обещания, спасли их и тех, кого пожелали, и погубили приступающих к границе дозволенного. Мы уже не спослали вам писание, в котором содержится напоминание о вас. Неужели вы не разумеете? Сколько мы разрушили селений, которые были несправедливы, сотворив после них другие народы. Когда они чувствовали наше наказание, то бросались бежать от него. Не убегайте и вернитесь туда, где вам было позволено вести роскошную жизнь и в свои жилища. Быть может, к вам будут обращаться с просьбами. Они говорили, «О горе нам! Воистину мы были несправедливы». Они продолжали так взывать, пока мы не превратили их в затухшее жневье. Мы не создали небо, землю и все, что между ними, забавляясь. Если бы мы пожелали устроить себе развлечение, то устроили бы его из того, что есть у нас. Однако мы бросаем истину в ложь, и она разбивается и исчезает. Горе вам за то, что вы приписываете. «Ему принадлежат все, кто на небесах и на земле, а те, кто находится рядом с ним, не превозносятся над поклонением ему и не устают». Они славят его днем и ночью без устали. «Ему принадлежат все, кто на небесах и 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 на небесах». говорила, «Ему принадлежат все, кто на небесах и 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 на небесах. Ему не спросят за то, что он совершает, а они будут спрошены. Неужели они стали поклоняться иным божествам вместо него? Скажи, приведите ваши доказательства. Вот напоминание для тех, кто со мной, и напоминание для тех, кто жил до меня. Однако большинство их не ведает об истине и отворачивается. Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено. Нет божества, кроме меня. Поклоняйтесь же мне. Они говорят, «Милостивый взял себе сына. Причист он. Они же почитаемые рабы». Они не опережают его своими речами и поступают согласно его велениям. Он ведает их прошлое и будущее. Они заступаются только за тех, кем он доволен, а сами трепещут от страха перед ним. А тому из них, кто скажет, «Я являюсь Богом наряду с ним, воздаянием будет гиенна». Так мы воздаем беззаконникам. Неужели неверующие не верят, что небеса и земля были единым целым, и что мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели они не уверуют? Мы воздвигли на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с ними. Мы проложили на ней широкие дороги, чтобы они следовали верным путем. Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от его знамений. Он, тот, кто сотворил ночь и день, солнце и луну, все плывут по орбитам. Никому из людей до тебя мы не даровали бессмертие. Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить вечно? КОНЕЦ 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 Когда неверующие видят тебя, они лишь насмехаются над тобой и говорят, «Не тот ли это, кто плохо отзывается о ваших богах?» Но сами они не веруют в поминание милостивого. КОНЕЦ КОНЕЦ «Человек сотворен нетерпеливым. Я покажу вам свои знамения, и посему не торопите меня». Они говорят, когда же исполнится это обещание, если вы говорите правду? КОНЕЦ 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 Если бы только неверующие знали о том времени, когда они не смогут отвратить огонь от своих лиц и своих спин, когда им никто не поможет. Они не смогут избавиться от него, и им не будет предоставлена отсрочка. «До тебя посланники тоже подвергались осмеянию, но тех, которые смеялись над ними, окружило или поразило то, над чем они насмехались. «Скажи, кто способен защитить вас от милостивого днем или ночью?» Но они отворачиваются от поминания своего Господа. Или же у них есть боги, которые могут защитить их от нас. Они не способны помочь самим себе, и никто не защитит их от нас. «Скажи, кто способен защитить их от милостивого днем или поразило их от милостивого днем или поразило их от милостивого днем. Мы позволили им и их отцам пользоваться благами так, что их жизнь затянулась. Неужели они не видят, что мы уменьшаем землю по краям, отдаем ее во владение верующим? Неужели это они одержат вверх? «Скажи, если я предостерегаю вас посредством откровения?» Но глухие не слышат зова, даже когда их предостерегают. А если их коснется дуновение кары твоего Господа, то они непременно скажут, «О горе нам! Воистину мы были несправедливы». «О горе нам! Воистину мы были несправедливы». «О горе нам! Воистину мы были несправедливы». «И ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, мы принесем его. Довольно того, что мы ведем счет». «Мы даровали Мусе и Харуну развлечение, способность различать истину от лжи, сияние и напоминание для богобоязненных». «Которые боятся своего Господа, не видя его воочию, и трепещут перед часом». «Это благословенное напоминание, которое мы неспослали. Неужели вы станете отвергать его?» «Еще раньше мы даровали Ибрахиму верное руководство, и мы были осведомлены о нем». «Из калал ли Абихи ва кавмихи ма хабиих тамасилю лати антум ла ха а кифун». «Вот он сказал своему отцу и народу, что это за извояние, которым вы предаетесь». «Они сказали, мы видели, что наши отцы поклонялись им». «Он сказал, воистину вы и ваши отцы пребываете в очевидном заблуждении». «Они сказали, ты пришел к нам с истиной, или же ты забавляешься?» «Они сказали, ты пришел к нам с истиной, или же ты забавляешься?» «Он сказал, о нет, ваш Господь, Господь небес и земли, Который создал их. Я же являюсь одним из тех, кто свидетельствует об этом». «Ибрахим подумал, клянусь Аллахом, я непременно замыслю хитрость против ваших идолов, когда вы уйдете и отвернетесь». «Затем он разнес на куски всех идолов, кроме главного из них, чтобы они могли обратиться к нему». «Они сказали, кто поступил так с нашими богами? Воистину он является одним из беззаконников». «Они сказали, мы слышали, как юноша по имени Ибрахим выступал против них». «Они сказали, приведите же его перед людские очи, чтобы они могли принести свидетельство». «Они сказали, о Ибрахим, ты ли поступил таким образом с нашими богами?» «Они сказали, что они могли принести свидетельство, чтобы они могли принести свидетельство». «Они сказал, нет, это садеял их старший, вот этот. Спросите их самих, если они способны разговаривать». «Обратившись друг к другу, они сказали, воистину, вы сами являетесь беззаконниками». «Затем они принялись за свое и сказали, ты же знаешь, что они не способны разговаривать». «Он сказал, неужели вы поклоняетесь вместо Аллаха тому, что ничем не способны помочь или навредить вам?» «Тьфу на вас! И на то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха! Неужели же вы не образуетесь?» «Они сказали, сожгите его и помогите вашим богам, если вы будете действовать». «Они сказали, о огонь, стань для Ибрахима прохладой и спасением». «Они хотели навредить ему, но мы сделали так, что они оказались в наибольшем убытке». «Мы спасли его и лута и привели их на землю, которую мы сделали благословенной для миров». «Мы даровали ему Исхака, а вдобавок Якуба, и сделали их всех праведниками». «Они хотели их оставить на землю, и отправили их в наиболее, и отправили их в наиболее». «Они хотели их в наиболее, и сделали их право, и украшение, и украшение, и украшение. И они были ухлами». Мы сделали их вождями, которые по нашему велению указывали на прямой путь. Мы внушили им вершить добрые дела, совершать намаз и выплачивать закят, и они поклонялись нам. Помяни также лута, которому мы даровали власть, мудрость или пророчество, и знание, и которого мы спасли от селения, жители которого совершали отвратительные поступки. Воистину они были злодеями и нечистивцами. Мы ввели его в нашу милость, поскольку он был одним из праведников. Помяни также Нуха, который воззвал еще раньше. Мы ответили на его мольбу и спасли его и его семью от великой скорби. Мы помогли ему в борьбе против людей, которые отвергали наши знамения. Они были злодеями, и мы потопили их всех. Помяни также Давуда и Сулеймана, которые судили о Ниве, потравленной ночью чужими овцами. Мы были свидетелями их суда. Мы помогли Сулейману разобраться в этом и даровали им обоим власть, мудрость или пророчество. И знания. Мы починили горы и птиц для того, чтобы они славили нас вместе с Давудом. Мы это сделали. Мы научили его, Давуда, изготавливать для вас кольчуги, чтобы они предохраняли вас от причиняемого вами вреда. Но разве вы благодарны? Мы подчинили Сулейману сильный ветер, который дул по его повелению на землю, которую мы благословили. Мы знаем обо всякой вещи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Помяните также Айуба, который воззвал к своему Господу. Воистину, меня коснулось зло, а ведь ты милосерднейший из милосердных. Мы ответили на его мольбу. Устранили постигши его зло и даровали ему его семью и вдобавок еще столько же в качестве милости от нас и в назидание тем, кто поклоняется. Помяни также Исмаила, Идриса, Зулькифла, все они были из числа терпеливых. Мы ввели их в нашу милость, поскольку они были одними из праведников. Помяни также человека в рыбе. Иону, который ушел в гневе и подумал, что мы не справимся с ним. Он воззвал из мрака. Нет божества, кроме тебя. Пречист ты. Воистину, я был одним из беззаконников. Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так мы спасаем верующих. Помяни также Закарию, который возвал к своему Господу, Господи, не оставляй меня одиноким. И ты — наилучший из наследников. Мы ответили на его мольбу. Дорвали ему Яхью и сделали его жену способной на это. Воистину, они спешили творить добро, взывали к нам с надеждой и страхом и были смиренны пред нами. Помяни также ту, которая сохранила свое целомудрие, Марьям. Мы вдохнули в нее посредством нашего духа Джибриля и сделали ее и ее сына Иису знамением для миров. Воистину, это ваша религия — религия единая. Я же ваш Господь. Поклоняйтесь же мне. Они впали в противоречие, но все они вернутся к нам. Устремление того, кто совершал праведные деяния, будучи верующим, не будут отвергнуты. Воистину, мы записываем их для него. Запрет лежит в населениях, которые мы погубили, и они не вернутся. Пока Яджудж и Маджудж не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности. Приблизится истинное обещание, и тогда закатятся взоры неверующих. Они скажут «О горе нам! Мы беспечно относились к этому. Более того, мы были беззаконниками». Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для гиенны, в которую вы войдете. Если бы они были богами, то не вошли бы туда, но все они останутся там навечно. Там они будут стянать при выдохе, но ничего не услышат. А те, кому мы изначально определили наилучше, будут отдалены от нее. Они не услышат даже малейшего ее звука и вечно пребудут среди того, что вожелали их души. Их не опечалит величайший ужас, а ангелы встретят их словами «Вот ваш день, который был вам обещан». В тот день мы свернем небо, как сворачивают свитки для книг. «Мы воссоздадим творения, подобно тому, как начали творить их в первый раз. Так было обещано нами. Воистину, мы сделаем это». Мы уже записали в писаниях, после того, как это было записано в напоминаниях, хранимой скрижали, «Что землю унаследуют мои праведные рабы». «Воистину, в этом послание для тех, кто поклоняется». «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам». «Скажи, мне внушено в откровении, что ваш Бог, Бог единственный. Не станете ли вы мусульманами?» «Если они отвернутся, то скажи, я предупреждаю всех вас в равной мере, и я не знаю, рано или поздно настанет то, что вам обещано». «Воистину, он ведает о словах, которые произносят слух, и ведает о том, что вы утаиваете». «Я не знаю, может быть, это искушение для вас, или же возможность пользоваться благами до определенного времени». «Он сказал, Господи, рассуди по справедливости. У нашего милостивого Господа надо просить помощи против того, что вы приписываете». «Он сказал, Господи, рассуди по справедливости.